ТОП-3 причин, почему Библия антинаучна. На третьем месте Библия писалась в те времена, когда человеческие знания про окружающий мир были намного меньше, чем сейчас. То есть было господствующее мнение, что раньше было так же, как сейчас, но только лучше. Люди и животные жили в раю, где никто никого не жрал, а все стали друг друга жрать. Только потом, когда в мире вдруг что-то сломалось. Ну а сломаться могло только по одной причине, потому что люди согрешили перед Богом, и Бог на них обиделся. О том, что окружающий мир формируется под действием эволюции и естественного отбора, никто даже не предполагал. А если и предполагал, то не мог этого доказать. На втором месте в библейские времена не было науки как таковой. То есть не были еще сформулированы принципы и критерии научности как системы знаний, полученных на основе только наблюдений и экспериментов. Если какой-нибудь древний ученый наблюдал за природой, то все его выводы были неразрывно связаны с религией и философией, которая существовала в то время и в том месте. Примерно в таком донаучном состоянии находятся современные креационисты и конспирологи. И на первом месте библия – это изначально религиозная литература, которая никогда не была научной литературой и не задумывалась как научная литература даже. Библия – это сборник текстов, который составлен внутри религиозной организации по имени Христианская Церковь для обоснования религии по имени Христианство. Когда Библия составлялась, были основные критерии, чтобы текст был древним и известным разным христианским общинам, и чтобы текст полностью соответствовал христианскому религиозному вероучению. То есть, если бы на Первом и Втором Вселенских Соборах, когда формировался канон книг Священного Писания по имени Библия, были бы работы Дарвина, Галилея и учебники для советской средней школы, то они бы не вошли в Библию, так как они не про христианское вероучение. А если бы какой-нибудь студент из Московской Духовной Семинарии изобрел бы машину времени и привез бы на Поместный Собор конспекты своих лекций по богословию, то они тоже не вошли бы в Библию, так как не были известны существующим в то время христианским общинам. А когда современный конспиролог заявляет, что он нашел фрагмент древней неизвестной Библии, вероятно, в библиотеке нашел, которая полностью меняет христианское вероучение, это значит, что он нашел обыкновенный апокриф, который был известен тем, кто составлял Библию, но не включен в эту самую Библию, так как не соответствует христианскому вероучению.